Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на Амурском областном телевидении в студии Оксана Холодова. И вот основные темы выпуска. Да будет нефть. В Архаринском районе сдали в эксплуатацию очередную нефтеперекачивающую станцию. Распределили миллионы. В Думе Благовещенска прошло заключительное в этом году заседание. Зимняя сказка. В областной столице подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление школ и детских садов. И Кубок дружбы. Юные хоккеисты России и Китая сразятся в международном турнире «Добрый лед». В Амурской области сдали в эксплуатацию очередную нефтеперекачивающую станцию, которая входит в состав магистрального трубопровода ВСТО-2. Она расположена в 35 километрах от Архары. И в самом поселке для сотрудников этой станции даже построили дом. Наша съемочная группа на вертолете отправилась в то место, где качают нефть. И побывала в гостях у новоселов. Яна Лисовая расскажет подробнее. На вертолете подлетаем к нефтеперекачивающей станции под Архарой. Вот так она выглядит с высоты птичьего полета. Ее начали строить около двух лет назад. Тогда это был непроходимый лес. Сейчас современный объект, который входит в состав второго очереди магистрального трубопровода Восточная Сибирь-Тихий океан. Официальное ее название – НПС-29. Сердцем нефтеперекачивающей станции можно по праву назвать вот эту магистральную насосную. Проще говоря, это четыре турбоагрегата, насосы, гидромуфты, которые позволяют поддерживать давление и перекачивать нефть. Прежде чем запустить все это в работу, на станции проводили комплексные испытания. Комплексное опробование, оно проводится 72 часа каждого оборудования. То есть перед тем, как ввести в эксплуатацию, каждый элемент проходит комплексное опробование на протяжении трех суток, в ходе которого выявляются возможные работы, которые требуются до настройки, до наладки оборудования. Все управление здесь ведется автоматически, то есть запустить агрегаты в работу можно одним кликом мыши. И вот он торжественный момент. Станцию официально ввели в эксплуатацию. Процесс перекачки нефти пошел. При пуске контролируем нагрузку на электродвигатели, мощность электродвигателя. То есть это уже данные нам дают понять о том, что нагрузка возросла, значит электродвигатель запустился в своем работе, а давление тоже меняется. То есть на входе оно будет меньше, на выкиде оно будет больше, соответственно. Анатолий Зяблов на этой нефтеперекачивающей станции работает всего несколько месяцев. Сюда перебрался из Сковородино. Там тоже трудился на подобном объекте. Вообще на НПС-29 было создано более 60 рабочих мест. Большинство сотрудников – амурчане. Но есть и те, кто ради такой работы переехал в Преамуре из другого региона. Иван Фролкин, например, раньше жил в Омске. Во-первых, сама компания «Транснефт», то есть довольно серьезная компания, меня очень заинтересовало, что они мне сделали предложение. И во-вторых, сам Дальний Восток, наверное, он тоже чем-то таким обладает манящим, что надо хоть раз посмотреть, его увидеть, все это почувствовать. Иван Фролкин работает инженером-технологом на станции биологической очистки. Для обывателей это больше напоминает фокус. Сточную воду превращает в кристально чистую. Это собственные очистные сооружения НПС-29. И здесь сразу несколько этапов очистки воды. В том числе и самый современный – ультрафиолетом. По функциям заменяет хлорирование, но более экологичен. Для Амурской области это знаковые события. У нас на территории области 52 станции биологической очистки сточных вод и бытовых сточных вод. И эта станция является одной из самых передовых по уровню очистки сточных вод. На станции действует автоматическая система пожаротушения. Здесь уверяют – вероятность чрезвычайной ситуации практически нулевая. Используют современные технологии. У нас система автоматическая. Как может в аппетическом режиме работать, так и в ручном режиме. При сработке двух извещателей пожарных в здании магистрально-насосной у нас в автоматическом режиме запускается система. И пена высокой кратности подается в насосный зал. Вообще НПС-29 – это первый объект, который ввели в эксплуатацию в этом году в рамках расширения второй очереди магистрального трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан». До конца 2019 года пропускная способность ВСТО-2 должна возрасти до 50 миллионов тонн нефти. «6 миллионов тонн в год пойдет на Хабаровский нефтеперерабатывающий завод. 8 миллионов тонн в год мы будем поставлять на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод. 12 миллионов тонн в год поставки на Восточную нефтехимическую компанию, которая планируется в районе находки построить. А остальные 24 миллиона тонн в год будут поставляться танкерами в порт Козьмина». До 2019 года в Амурской области дополнительно построят с нуля две подобные станции в Магдагачинском и Серышевском районах. А специально для своих сотрудников компания «Транснефть Дальний Восток» даже возводит дома. Один из них сдали в Архаре, как раз для работников 29-й нефтеперекачивающей станции. Заветные и долгожданные ключи новоселам вручали в торжественной обстановке. Начальник НПС-29 Тимур Юмачиков в Преамурии приехал из Тюмени, когда нынешняя станция была только проектом на бумаге. Теперь ему вместе с большой семьей дали трехкомнатную квартиру. Юмачиковы воспитывают четверых детей. Признаются, поначалу хотели уезжать сразу, как только сдадут грандиозный объект в эксплуатацию. Но планы изменились. Дочь старшая поступила здесь пока. Плюс за это время пока стройка была. Мы толком еще в регионе нигде не были. Стройка, вот пока квартира. Наверное, в ближайший год-два мы еще здесь будем. Да, что не пожили. А так люди новые, интересные. Сейчас построили, сейчас суета такая закончится. То есть налаживаем работу, в принципе. Охота маленькая в нормальном режиме поработать. Не в таком, а в раннем. В этом новом доме 16 квартир. Их сдавали уже с ремонтом. В компании, говорят, жилье станет дополнительным стимулом для специалистов. Тем более, что нефтепроводные планы грандиозные. Всего год остался до момента, когда магистральный трубопровод ВС-102 должен выйти на максимальную мощность. Яна Лисова и Михаил Величкин, Амурско-областное телевидение. Депутаты Благовещенска выделили бюджетные деньги на новую школу и поездку юных музыкантов. В городской думе прошло заключительное заседание в этом году. В общей сложности народные избранники распределили более 60 миллионов рублей. Из них 40 миллионов поступило из бюджета области, а 23 миллиона составило экономия городского бюджета. Так, 8 миллионов рублей пойдет на повышение зарплат бюджетникам. 43 миллиона направили на уплату взносов за капитальный ремонт муниципальных многоэтажек. 1 миллион 700 тысяч рублей получит хор детства Центральной детской школы искусств. Коллектив представит область на всемирных хоровых играх в ЮАР. Около 20 миллионов заложили в бюджете на новую школу Благовещенска. Сегодня у нас в бюджете предусмотрены средства на проектные работы и изыскательские работы. Школа на 1500 мест в микрорайоне. И при плановом развитии событий мы очень надеемся, что начнем ее строить во втором полугодии 2018 года. Кроме того, депутаты решили не повышать стоимость проездного в общественном транспорте. Им пользуются пенсионеры, многодетные семьи. Цена документа останется на уровне этого года – 390 рублей. Кстати, в Благовещенске продают около 5000 льготных транспортных билетов в год. Оснащенность Благовещенского аэропорта для пассажиров с ограниченными возможностями отметил Паралимпийский комитет России. Специалисты службы и организации авиаперевозок областного центра побывали на курсах повышения квалификации. Сотрудники прошли специальное тестирование, а также на практике учились работать с маломобильными пассажирами. Путешественников и инвалидов в Благовещенском аэропорту становится больше. В этом году аэропорт принял 750 граждан. В прошлом на 200 человек меньше. В связи с этим в следующем году, к примеру, появится дополнительный подъемник для инвалидов, а также тактильная плитка. На Благовещенской ТЭЦ установят шумоглушители, поэтому в следующем году жители областной столицы не услышат привычного гула теплоцентрали. Также в 2018-м планируется отремонтировать райчихинскую ГРЭС. О планах на будущий год рассказали руководители дальневосточной генерирующей компании. Материал нашего корреспондента. Уходящий год для Благовещенской ТЭЦ и райчихинской ГРЭС стал рекордным по количеству выработанной электрической энергии. По сравнению с прошлым годом рост составил почти 12%. Здесь причин много, я так понимаю, но, наверное, и оживает экономика потихоньку в Амурской области. Это связано и с космодромом, и с железной дорогой, по которой перевозки растут, где основное потребление электроэнергии. Так что и с перетоками в энергосистему Востока, на Восток туда, в Приморский край. По выработке тепловой энергии также наблюдается рост. Это связано с температурным графиком. Ведь декабрь в этом году выдался холоднее прошлого. Совместно с администрацией города Амурская генерация ведет работу по актуализации схемы теплоснабжения города. Замена труб на новые, увеличение их пропускной способности и расширение тепловых сетей связано с ростом города, появлением новых жилых кварталов и производственных объектов. Также в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию одну из пяти понизительных насосных станций. Они нужны для создания необходимой разницы давления в трубах и, как следствие, эффективного теплоснабжения. А так как у нас в планах и у города, и у нас по схеме теплоснабжения было закрытие нерентабельных котельных в городе, вы тоже об этом, наверное, слышали, да, что надо закрывать маленькие нерентабельные котельные, у которых, конечно, тариф тепловой энергии больше, чем у нас в два-три раза. Вот, и эту нагрузку их постепенно, значит, перетаскивать на нагрузку Благоведческой ТЭЦ. На следующий год планируется провести и плановый ремонт Райчихинской ГРЭС, который исполнится уже 65 лет, а также установка на Благовещенской ТЭЦ шумоглушителей. Так что привычного гула, который предваряет начало отопительного сезона, в следующем году жители Благовещенска не услышат. Татьяна Ильина, Кирилл Захаров, Амурское областное телевидение. Отметку в 20 тысяч долларов преодолела главная криптовалюта современности – биткоин. А ведь еще в начале 2017-го электронные деньги стоили около тысячи долларов. Вместе с курсом растет и популярность биткоина. Держатели криптовалюты есть и в Благовещенске. Так, недавно в одном из магазинов декоративных покрытий горожанин расплатился криптовалютой за купленную краску. Анастасия Петраш с подробностями. Современную сделку в галерее интерьера, говорят, провели впервые. Директор по развитию Павел Косицын рассказывает, не так давно к ним в магазин обратился молодой человек. Он выбрал краску на сумму около 300 тысяч рублей. Расплатиться за товар мужчина предложил криптовалютой. В магазине подумали и согласились. Мы как бы знаем об этом немного. Но как это осуществить, как сделку, как провести платеж, мы не знали. Я лично думал, что какой-то нужен специальный криптобанкомат или что-то такое. Все оказалось намного проще. Человек на следующий день пришел со своим ноутбуком, с лыжечкой, перевел нам деньги. Мы получили деньги в рублях. Деньги поступили на счет магазина, причем уже в рублях. В дальнейшем, говорят, все необходимые налоги с суммы заплатят. Тем временем популярность биткоина в мире продолжает расти, так же, как и курс криптовалюты. Накануне биткоин преодолел отметку в 20 тысяч долларов. Доктор экономических наук Сергей Мисоедов рассуждает, биткоин – это криптовалюта, которая ничем не обеспечена. Она принимается определенным кругом организации. Деньги в нее вкладывают, как правило, люди, которые имеют авантюрный склад характера. Здесь все равно есть моменты, связанные и с мошеннической схемой. Здесь могут быть, потому что много кто может предлагать. Нужно просто знать, где покупать, у кого покупать и как заявляться. И, соответственно, здесь такая же ситуация связана с тем, чтобы их обналичить или привести в реальную какую-то денежную массу. Пока в интернете, где и котируется криптовалюта, спорят о том, является ли биткоин обычной грамотно рассчитанной пирамидой или это деньги будущего в разных странах мира, пытаются решить вопрос регулирования нового вида денег. Так, на Чикагской бирже в США впервые организовали торги фьючерсами на биткоин. В одной из японских компаний и вовсе решили, часть зарплаты работникам будут выдавать в этих деньгах. В России, в свою очередь, было много разговоров о том, что биткоины нужно запретить или ограничить. Так, в Центробанке такие средства и другие интернет-деньги даже назвали денежным суррогатом. Тем не менее, говорит юрист Павел Живодеров, в стране до сих пор нет механизмов регулирования криптовалюты. Власти спорили о легальности интернет-денег, а также в ряде биткоинов, как средства оплаты деятельности тех же террористов. На свои места все поставило письмо Федеральной налоговой службы, говорит Павел. Это письмо говорит немножечко об обратном, о том, что все-таки мы признаем, что такая валюта имеется, мы признаем, что она является предметом налогообложения, каким образом она является налогооблагаемой базой при получении того или иного продукта, уже реальных денег под данной операцией, да, то есть обмен данных денег может быть как только пока на товар, то есть на деньги их выводят вот через обменники, либо на биржах, да, покупая, продавая, получая свой процент от покупки на одной бирже, продажи на другой, либо успеть купить, продать, когда в тот период, когда возрастает или понижается. Таким образом, вроде бы платить налог с биткоинов надо, но механизма, считают юристы, пока нет. Тем более, что биткоины позволяют не только делать переводы в интернете, но и конвертировать криптовалюту в те же доллара. Делают это с помощью обменников, которых в интернете немало. Так или иначе, но с криптовалютой уже стали считаться, а перед государствами теперь стоит вопрос, каким образом относиться к биткоину и другим криптовалютам, а также как регулировать их обращение. С другой стороны, на повестке остается и проблема того, не является ли криптовалютой и биткоины в частности очередным мыльным пузырем, который лопнет, как тот же МММ в 90-е. Тем не менее, последователей у биткоинов становится все больше. В настоящее время в мире насчитывается несколько десятков миллионов держателей этой криптовалюты. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Иван Сюмуак, Амурское областное телевидение. 80 метров барьерного ограждения демонтировали злоумышленники вдоль трассы Благовещенск-Бибикова. Этот участок дороги также остался и без 45 светоотражателей. Кстати, трассу обновили всего месяц назад. Подрядная организация, на содержание которой находится участок дороги, подала заявление в полицию. Пока же водителям рекомендуется быть внимательными. На трассе установлены временные знаки ограничения скорости. На восстановление ограждения Амур-Упрадору придется тратить средства, которые должны были пойти на ремонт других участков дорог. За повреждение или хищение барьерного ограждения злоумышленникам грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Юридические лица могут заплатить до 300 тысяч. Более 20 тысяч рублей собрали Благовещенцы на ремонт книжного шкафа возле ОКЦ. На прошлой неделе точку свободного книгообмена повредили вандалы. Напомню, хулиганы полностью выломали одну из дверей, разбили стекла, попытались оторвать табличку. При этом книги не пострадали. Организаторы проекта «Свободный книгообмен» обратились к неравнодушным горожанам за помощью. Так, книжный шкаф стал общественным проектом. Деньги на его создание собирали жители Благовещенска. Как пишет Амурская правда, за сутки неравнодушные люди перечислили 20 тысяч рублей. Книжный шкаф возле ОКЦ обещают отремонтировать к Новому году. Амурские отличники и победители соревнований отправятся на Кремлевскую елку. Главный детский праздник пройдет 26 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Сопровождать детей во время путешествия будут представители областного Минобра, врач-педиатр и сотрудник полиции. На Кремлевскую елку поедут 17 амурских школьников из Благовещенска, Белогорска, Зеи, Тынды и районов области. Также собираются в столицу воспитанники школы-интерната Амурского кадетского корпуса и Паярковского социального центра доверия. Юные амурчане побывают на главном сказочном представлении, а также им проведут экскурсию в Московский планетарий и Измайловский Кремль. Дед Мороз и Снегурочка, снеговики, ездовые собаки и персонажи мультфильмов встречают всех посетителей школы и детских садов Благовещенска. В городе подвели итоги конкурса «Зимняя сказка». Все снежные фигуры ребята делали своими руками, но и более сложные композиции им помогали создавать родители. Как бюджетно украсить свою комнату или двор, и какие сказочные персонажи стали самыми популярными в этом сезоне, теперь знает наш корреспондент Юрий Камышный. Каждая прогулка для малышей 68-го детского сада, как путешествие в новогоднюю сказку. На деревьях снежинки, ледяные разноцветные фигурки, на игровой площадке почтовый ящик. В него можно положить письмо для Деда Мороза. Впрочем, по обуви, которую главный зимний волшебник оставил у входа в каждый корпус, дедушка где-то рядом. Кажется, старику так здесь понравилось, что даже свою шапку он оставил у центрального входа. Но на самом деле эти головные уборы специально готовили родители малышей для конкурса. И вот у нас сейчас проходит голосование за самую лучшую шапку Деда Мороза. Оформлены урны в группах, и родители очень активно кладут в ящик для голосования номерок понравившейся шапки. И так как начинаются у нас утренники с завтрашнего дня, И вот 29-го числа мы будем победителей награждать. В этом году к оформлению дворовой территории в детских садах подошли творческие. В том же 68-м сделали ставку на уходящий год экологии. Все фигуры собрали из уже отработанных материалов. Оказывается, из обычных мешков, бумаги, пленки, газет можно создать вот таких снеговиков, Дедов Морозов или даже яркие банты. В соседнем 67-м детсаду родители и воспитатели также решили покреативить. В итоге для малышей сразу на входе оборудовали небольшую венкийскую деревню. В композиции ледяное озеро, колоритные жители севера и, конечно, символ будущего года – собаки. В данном случае – ездовые. Детки уже приучаем их к культуре. Все же это все у нас пошло-то север Амурской области, что у нас действительно живут эвенки наши, чтобы они знали, как они живут, что они делают, что они ловят рыбку, там и озеро сделали. Так что дети с удовольствием это все созерцают, наблюдают и рассказывают, кто это и что это. В итоге получилось не только красиво, но и познавательно. Они обошлись и без традиционной новогодней тематики – Дед Морозы, Снегурочки и Снеговики. Увидеть их можно по всей территории детского сада. Но сейчас на улице маловато снега, и поэтому мы поможем нашему снежку нападать. Для этого мы с вами и приготовим праздничные снежинки. Если в детсадах к Новому году уже все готово, в школах еще наносят последние штрихи. Ученики 2-го Б, 25-й Благовещенской гимназии заканчивают мастерить снежинки. Технология самая новая. Теперь снежинку не вырезают при помощи ножниц, как раньше, а складывают из различных форм. Задача, скажем, сразу не из простых. Во всех сочетаниях этих ромбиков, уголков и треугольников запутается даже взрослый. Сперва мы должны сложить ее пополам, потом ее надо развернуть и сложить к серединке. Потом надо развернуть ее и еще раз сложить пополам. А в мастерской Деда Мороза для первоклассников задание попроще. Но елка этих малышей получится самой душевной. Наряжать зеленую красавицу ребята будут формы, сделанные по трафарету их ладошек. После того, как этих маленьких рук будет достаточно, можно оформлять и свою фирменную елку от первого В. Свои снежинки уже появились и у второклассников. В общем, к Новому году. Здесь все готовы. С Новым годом! Юрий Камышный, Владимир Петренко, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. Юные хоккеисты России и Китая сразятся на льду Благовещенска. Спортсмены поборются за Кубок Дружбы. Международный турнир организуют в рамках программы «Добрый лед». Первенство пройдет в один круг с форматом матча. Три периода по 15 минут каждый. На лед выйдут детские команды из китайского округа Ци Цикар, Преамурия, Хабаровского края и Иркутской области. Наш регион представят две команды «Союз» из «Свободного» и «Форвард» из областной столицы. В прошлом году победителями турнира стали юные хоккеисты из Хабаровского края. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Смотрите новости Амурского областного телевидения и следите за происходящими событиями вместе с нашими корреспондентами. А также заходите на сайт amurobal.tv. Хорошего предновогоднего настроения и удачи. Увидимся на Амурском областном телевидении. Амурский областный телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова